И живи здесь, и все исполняй сокровища благих, и жизни подателю привиди все веселые, и очистим всякие свермы, и сквозь и блажен души наши. Господи, благослови предстоящее занятие. Не дай уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания Божественных слов, которые изложены в священном Писании. Благодарим Тебя за людей, которые истолковали нам в Святой Писании и сохранили до сегодня. Пребудь с нами, и все вечер благодатны. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец Святой Дух. Аминь. Аминь. Первое послание Петра. Первая глава. 17-19 стихи. Сергей Ильин, читайте. 17-19. Виктор, можешь читать? Да, да. Слышно меня, да? Да, хорошо, слышно. 17-19. Первая Петра, первая глава. «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время отстранствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом и скуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной у крови у Христа, как у порочного и чистого ангца». Толкование Блаженного Фефилака. Писание различает двоякий страх. Один первоначальный, другой совершенный. Страх первоначальный, он же и основной состоит в том, когда кто-нибудь обращается к честной жизни из боязни ответственности за свои дела. А совершенный в том, что когда кто для совершенства любви к другу, для ревности любимого боится, чтобы не остаться пред ним в долгу ничем, что требуется сильной любовью. Пример первого, то есть первоначального страха находится в словах Псалма. «Да боится Господу вся земля» Псалом 32,8. То есть те, которые нисколько не заботятся о небесном, а только суетятся о земном. «Ибо что им придется потерпеть, когда Господь восстанет сокрушить землю?» Исайя 2,19, 21 стих. Пример второго, то есть совершенного страха можно находить также у Давида. Например, в следующих словах. «Бойтесь Господа все святые его, ибо нет скудости боящимся его» Псалом 33,10. И еще в словах. «Страх Господень чист пребывает вовек» Псалом 18,10. В таком совершенном страхе жить убеждает апостол Петр тех, которые слушают его и говорят, «По неизреченному милосердию Создателя Бога вы приняты в число детей его. Посему всегда пусть с вами будет этот страх, так как вы стали такими по любви Творца своего, а не по делам своим». Много доводов употребляет апостол при убеждении. Он убеждает, во-первых, тем, что в нашем спасении принимают искреннее и живое участие ангелы, во-вторых, изречениями Священного Писания, третьих, необходимостью, ибо кто называет Бога Отцом, тот, чтобы удержать за собой право усыновления, необходимо должен творить достойно этого Отца. И, в-четвертых, тем, что они получили бесчисленное благо через внесенную за них цену, то есть кровь Христову, пролитую в выкуп за грехи людей. Посему заповедует им во все время жизни иметь спутником этот совершенный страх. Ибо люди, стремящиеся к совершенству, всегда боятся, чтобы не остаться без какого-нибудь совершенства. Христос сказал, что Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну. Иоанна 5, 22. Но апостол Петр говорит теперь, что Отец судит. Как же это? На это отвечаем так же словами Христа. Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Иоанна 5, 19. Из этого же видно единосущие Святой Троицы, совершенное в ней тождество, и мирное, и невозмутимое согласие. Отец судит сказано безразлично, потому что все, что скажет кто-нибудь об одном из трех лиц, должно относить общее ко всем им. С другой стороны, поскольку Господь и апостолов называют детьми, Иоанна 13, 33, и расслабленному говорит, «Чадо, прощаются тебе грехи твои» от Марка 2, 5, то нет никакой несообразности, что и Он называется Отцом тех, которых Он возродил, сообщив им святость. Толкование закончено. У меня вопрос. В первом послании Иоанна, 4 глава, в 18 стихе, говорится так. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершением любви». Сергей Козлюков, от Вас что-то, звуки какие-то, микрофоны отнесли. «Не, не сейчас, а в тресе, да, да, да». И вопрос, вот впереди, сейчас мы только что прочитали о страхе, о совершенном страхе, а здесь говорится о совершенной любовь изгоняет страх. Кто может объяснить какое-то вот такое несоответствие? Страх – это хорошо или плохо, или почему любовь должна изгонять страх? О каком страхе говорится? Луяна. Знаете, можете ответить? Так, ну, я попробую, Сергей Викторович. Давай. Вот в толковании сочетал, говорится, что пример первого страха находится в псалме «Да боится Господу вся земля», то есть те, которые нисколько не заботятся о небесном, а только суетятся земном. Ну, я так думаю, если не ошибаюсь, что Иоанн говорит, что в любви нет страха. Именно вот такого страха нет. Какого? Первого вот этого? Первого, да, вот что сейчас я прочитал, из псалма 32.8, я так считаю. Я так считаю. Да, это, ну, вот я толкование сейчас читаю на 4.18. Этот страх свободен от такой боязни. То есть это другой страх, совершенный. Он называется чистым и пребывающим вовек. Товол 18.10. Что же это за страх и почему он совершенный? Потому что имеющий его совершенно восхищен любовью и всячески старается о том, чтобы у него ничего не доставало такого, что сильно любящий должен сделать для любимого. под страхом здесь, разумеется, страх предначинательный. Кто искренне любит Бога, тот творит угодно ему. Не по страху наказания, а по влечению к добродетели и по любви к Богу, не ограждая себя даже законным страхом, заключающимся в любви к хорошему. Ибо тот страх, который делает кто-нибудь для того, чтобы не подпасть наказанию, в рождественском первом. Всему и прибавлено. В страхе есть мучение. Вот такое толкование, вроде бы, разъясняет. И еще, Сергей, добавлю притча Соломона 1.7. Начало мудрости, страх Господень. Ну, все у меня. То есть, бояться мы наказание должны, но совершенная любовь, когда она наступает, эта совершенная любовь, которая изгоняет страх первоначально. По мере возрастания тела Христова уже более совершенна, получается, человек. То есть, сначала он должен бояться наказания, а потом этот страх покрывается любовью, и ты уже делаешь по любви к Богу, не боясь наказания. Так это? Правильно я понимаю? Да. Страх Господень чист пребывает вовек. здесь из Псалма 18-го сказали. Вопрос? Вопрос можно? Да. Вот по поводу страха. Вот создал Господь Адама и Еву, да, при создании. Он сказал им, что вот дерево, от которого вы можете кушать, по поводу этого момента. От дерева познания добра нельзя вам кушать. Потом пришёл этот самый змей, искусил, в третьей главе, и потом, когда они уже согрешили, услышали голос Господа Бога, ходящего во время прохладления, и скрылся Адам, и жена его от лица Господа Бога, между деревьями рая. У них уже страх появился тогда, когда они уже согрешили. А до этого, когда они услышали, где был Бог, сказал им, что не трогайте плоду, страха у них не было, или был у них страх? Страх у них был, я так думаю, но сатана их обольстил, он их усилил без страша. Не бойтесь Бога, подумаешь, там сказал, что он вас убьёт. Не верьте, не убьёт, не умрёте, не умрёте. То есть дьявол, вот этот вот божественный страх, он искусил, то есть обманул их. Я думаю, он у них был, а дьявол сделал так, чтобы этот страх исчез, они поверили дьяволу. Ева первая поверила, он говорит, будешь как богиня, будете как боги. И она, да, подумала, она даже и Адаму ничего не сказала, сначала съела, думала, что она будет там богиней. Я вот так думаю. Может, у кого другое мнение? Может, я ошибаюсь? Пожалуйста, кто хочет сказать, добавить, возродить. Не знаю, Тихо, правильно я рассуждал, был Адам и Еву страх или нет? Тут не о Адаме и Еве только речь идет, но о всех. У вас вот представляете мысленно, страх Господень начальный, говорите, там средний распределили, и как только средний или какой-то страх, так уже искусственно созданный, растолкованный, то первое закрывается. А вот святой Пимен Великий сказал фразу, которую, как Серафим Саровский, стяжание Духа Святого, так он сказал фразу, ум держи в аде, в начале, в конце. Почему? Потому что многие, ни один, ни два, потерпели кораблекрушение в вере. Ну, кто на корабле плавал, знает, сколько опасностей. То мина сплыла с времен войны, то на скалу невидимую, затонувший корабль напоролся. И так и здесь, то с середиками встретился. Главное, надо помнить, что совершенная любовь, изгоняет страх, совершенная любовь будет только в раю. На земле ее нет. Я люблю Бога. Ну, вот у нас сегодня с утра, вы электричество отключили. Делали, что не знаю, вот сейчас конкретно. Не было, обычно в полчетвертая, три дня они ремонтируют, тянут. Я верующий, я молюсь Богу. Но вот электричества нету. Насос не работает, застынет у нас система, и в храме все полетится. Я уже забеспокоился. Снова встал на молитве и чувствую, молитва моя не та, что утром была, когда этого не было. Вот тебе и совершенство. Себя успокаиваю, спокойно звоню, нигде не отвечаю. Брошенный. Вот написано, будьте святы, как я свят. Возможно ли это? Нет, невозможно, но дам ориентир. И здесь дам только образец, к чему надо стремиться. И это будет только в вечности. Если потерпел кораблекрушение в вере, потерял страх. Вот мы читаем Яков Постик, жития святых. 60 с лишним лет. Вот сейчас жития его выставили как раз на нашем ютубе. Просто посмотрите. Это без слез нельзя считать. Больше 60 лет. В засухах к нему идут, он молится, дождь идет. Что бы ни было, попросит есть. Бесов изгоняет. Богатая пара, привезли свою дочь 16-летнюю. Он и знал беса. Но решили оставить ее, чтобы закрепить это дело. Он и закрепил ее. Постегнул и сносильничал. Страшно испугался, не знает, она же расскажет. И убил ее. А теперь найдут убитых. Еще дальше третий грех сатана ему дал. Взял тело и бросил в реку. А после этого прямо сатана открыто говорит, а теперь убей сам себя. Вот как. За малым потерял страх. В страхе есть мучения. Мы пришли на эту землю с этим мучением. Боремся. Сколько возможно уменьшаем. Первый страх никуда не уходит. Далее человек уже делает не из-за того, чтобы только бы в ад не попасть, только бы не в гиену, только бы не сгореть. Это первоначально. Я его испытал. О чем Игнатий Бреченов говорит. Вот баптисты, другие говорят, это любовь, любовь, я полюбил Бога. Ты, говорит, не верь этому. Если он говорит о любви, там ничего нету. Начни сначала. Начало мудрости и страх Божий. Это безумные слова человек говорит. Там ни мудрости нету. В страхе жили. В непрерывном страхе до смертного часа. Не спасусь ли я? Видите, какие мысли были? И поэтому рассуждение о том, что на земле изгоняет страх, это значит, на земле погиб. Ориентир дан. И все время молись о том, чтобы был страх Божий. Сначала не попасть в ад, а теперь как бы не огорчить его. И вот сейчас приехала машина, он залез туда. Вы посмотрели, как мы разговаривали я с ним. Я лишнего слова боюсь сказать. Потому что осталось без электричества. Уж я не знаю, чем его одарить. Да деньги попросил бы, дал даже. Вот это страх перед Богом, перед любимым. Мы зависимы от него во всем. Игнатий Бреченинов говорит, если не испытал страх, а начни сначала, пока не поздно. Ты ум держи в ваде. Я вот сегодня умру и в ад попаду. И ничто мне не поможет. Никакой Осипов навстречу мне не пойдет. Каждый сам за себя даст отчет. Второе, Коринфянам 5-10. Соответственно, притом, не то, что за меня молиться будут, соответственно тому, что он делал в жизни. Не тому, как причащался, про это слова даже нет. Причащие – это завершающий момент праведной жизни. Почему такие строгие эпитемии были. Все перепуталось с церковью. Согрешил пьяниц. Сидите, причастись. Наоборот, пьяница, его не допускать. Заглашено, изъедите. Поэтому, если по чистоте сегодня и говорить, начинать надо сначала. Исполнить страх Божий. Венец мудрости. Серахов говорит, страх Господень. Венец – это вершина всего. Вот, по фнутии Боровской умирает. Канонизированный, святой, монастырей, игумен. Дает наказ. Никого не принимайте сегодня. Пришел князь, на землях которого расположен монастырь, вассальный монастырь. Князь пришел, наклонился служкой под воротами, видит, действительно, княжеские башмаки. А он сказал, никого не пускать. Ну, я же князь. Вернулись. Я сказал, у меня особенный день, которого никогда не было. Божий суд и человеческий разный. Считает за святого, а там, может быть, помышление и намерение судит. А намерение очень трудно за собой уследить. Похвала сжет человека. А бывает так наласкают, что без похвалы уже враг делается. Это серьезно. Ум держи вааде, но совершенство в любви. Как бы любимого не огорчить. Если жена любит мужа, она боится никогда у него получки или аванс прячется от него у соседей. А думает, как бы не сказать какое-то лишнее слово, о чем мусульмане говорят, учат. Мусульманки знают, а христианки не знают. Ни одного лишнего слова не скажи мужу. Обними, поцелуй, поклонись ему. У него так трудно было, искушения на работе были. У нас этого не знают. Страх. А жена как? Да боится мужа. А сколько времени? Пока не помрет. Не надо делить. Страх. Вначале она боялась. Когда отец раньше был по домострою, он давал невесту свою, то есть дочь свою, и одновременно давал плетку. А вот теперь ты ее учи, как я ее учил. И сейчас в интернете ролики стоят православные, как правильно жену бить. Бить, как правильно ее. Я не призываю к этому, но смысл понятен. Если как церковь слушается Христа, так жена да мужа. А как церковь не слушается, Бог переворачивает ее. Жжет и выжигает до конца. Но это нам только показывается. А как? Словами. Призывай на молитву, не думай поднять на нее руку. А то Златоуст говорит, когда что-то такое, такой крик из дома слушается, будто зверь терзает добычу в лаговище своем. Она неправильный страх имела. Неправильный. Монике, какой был муж? Пьяный, да и синики, соседки выйдут, все с фонарями. Да твой же пьяный все время, как же так? Она лаской, лаской. Как Филипп Филиппович говорил в собачьем тесто, лаской. На конец он обращается, и Августин обращается. Вот, будь любовью. Всякий этот страх полезен тебе. Дети, как даже со страхом к родителям относиться. Сначала бояться, чтобы не наказал, а потом как бы не огорчить. Дети, которые не слушаются учителей, они нервничают. Это убийцы, самые настоящие. Они сокращают срок жизни. За этим стоит очень многое. А мы даже не замечаем. Случайно оброненное слово наносит такую рану, которая не заживает раньше, чем от топора. Отошел. Спасибо, Христос. Продолжаем. 20-21 стихи. Вячеслав, читайте. Предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через него Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Толкование. Сказав о смерти Христовой, апостол присоединил к этому слово и о воскресении, ибо опасается, чтобы новообращенные не преклонились опять к неверию из-за того, что страдания Христовы уничижительны. прибавляет он и то, что таинство Христово не ново, потому что неразумных и это возмущает, но от начала, прежде создания мира, сокрыто было до приличного ему времени. Впрочем, оно явлено было и пророкам, которые изыскивали это. И теперь говорит, что предназначенное прежде создания мира ныне явлено или совершилось. И для кого совершилось? Для вас. Ибо для вас, говорит Бог, воскресил его из мертвых. К чему же для вас? Для того, чтобы очистив себя послушанием истине через Духа, вы имели веру и упование на Бога. Почему очистив? Потому что веруя в того, кого воскресением из мертвых, кто воскресением из мертвых положил начало вашей нетленной жизни, вы и сами должны ходить в обновленной жизни, как написано в Римлянам 6.4, по примеру призывавшего вас к нетлению. Не смущайся тем, что здесь апостол Петр и неоднократно апостол Павел говорит, что Господа воскресил Отец. Деяние 13.37, 17.31. Так говорит он, употребляя обычный образ учения. Но выслушай, как Христос говорит, что он сам себя воскресил. Он говорил, разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его Иоанна 2.19 и в другом месте. Имею власть отдать жизнь, и власть имею опять принять ее Иоанна 10.18. Не без цели усвояется воскресение сына отцу, ибо сим показывается единое действие отца и сына. Попросы? Простите, пожалуйста, приветствую всех вас. Вас плохо слышно, поближе микрофона. Приветствую всех вас и любовью Иисуса Христа. У меня вопрос. Место писания я просто пропустил, какое читали. 1 Петра, 1 глава, 20-21 стихи. 1 Петра, 1 глава, 20-21 стихи. Это все? Сейчас, секундочку, я иду, немножко проблемы найти. Вопрос-то, все или еще что-то хотели спросить? Сейчас я сначала почитаю это место, я просто как-то... Вы будете читать, мы все будем ждать, что ли, или я и спрашиваю? Не-не-не-не. Вы разговаривайте, я просто для себя прочитаю, потом если мне возник вопрос... Все, не мешайте. 1 Петра, 1 глава, 22-25 стихи. Сейчас, сам читаю. Сергей Ильин. Кто читает? Сергей, Ильин. Ильин. 2-й, 22-й и по 25-й. Послушанием, истинно через Духа, очистив души ваши нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные, не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живого и пребывающего век. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человечестве, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Но слово Господне пребывает вовек, а это есть то слово, которое вам проповедано. Толкование. Сказав, что христиане возрождены не от тленного семени, но от нетленного, словом Божьим, живым и пребывающим вовеки, апостол выставляет на вид ничтожность и крайную непрочность славы человеческой, побуждая тем слушателя сильнее держаться прежде преподанного учения, так как оно постоянно и простирается навек, а земное скоро истлевает по самому существу. Для подтверждения сего здесь приводится трава и цвет на траве, слабейший по бытию вежели трава. Им и Давид уподобляет нашу жизнь. Солом 102-15 стих. Показав малоценность славы нашей, апостол снова возвращается к объяснению того, что же именно возродило их словом Божьим живым и пребывающим вовеки, говорит, это есть то слово, которое вам проповедано. Утверждает о всем слове, что оно пребывает вовек, потому что и сам Господь сказал, небо и земля прийдут, но слова мои не прийдут. Матфея 24-35. Должно знать, что слова к нелицемерному братолюбию нужно читать в таком порядке. От чистого сердца любите друг друга постоянно к нелицемерному братолюбию. Ибо окончание дела обыкновенно следует за тем, что производилось для него. А как за постоянной любовью друг к другу от чистого сердца следует нелицемерное братолюбие, то справедливо, чтобы слова от чистого сердца и прочее стояли впереди, а слова нелицемерное братолюбие после них. Апостол показал преимущество духовного возрождения перед рождением плотским и выставил на вид малоценной славы смертной, именно, что рождение соединено с растлением и нечистотой, а слава не отличается ничем от весенних растений, между тем, как слово Господне ничего такого не испытывает. Ибо всякое мнение человеческое скоро прекращается, а слово Божие не так. Оно имеет вечное пребывание. С такой целью у него прибавлено то слово, которое вам проповедано. Небольшой комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина на слова то слово, которое вам проповедано. и еще всякое мнение человеческое скоро прекращается, а слово Божие не так. Так комментарий. Мнением человеческим может быть все, кроме Библии. Беседовать о спасении с православными невозможно по Библии, ибо у них все построено на человеческих мнениях. Доколе не будет установлен авторитет Библии, ни о каком спасении речи не может и быть. Строящий на временном фундаменте может иметь временный успех. Ибо, опять подчеркнуто выгляну, всякое мнение человеческое скоро прекращается, а слово Божие не так. Оно имеет вечное пребывание. Трудно с этим поспорить, конечно. Да. что есть, то есть. Обычно батюшка сказал, батюшка сказал, зачастую батюшка говорит вот именно от человеческого мнения и не подтверждает свое мнение о священном писании. Поэтому тогда мы овцы должны быть бдительными, дабы не избрать нам вместо пастыря волка и этого, который не по слову Божию пасет нас. Нужно самим заботиться тогда себе, самим исследовать. Тем более сохранилось у нас и толкование святых отцов бери, читай, исследуй псалами. Так, вопросы по этому стиху? Олицемерии может быть кто-то хочет сказать, что это такое? А можно такой вопрос, совет от вас, может поможете? Вот тут сказано постоянно любите друг друга, а у меня так не бывает, не получается постоянно любить. Вот кажется человек все, ты готов ему душу открыть, да? Помогаешь ему, там идешь навстречу ему, там все, а он за благодарность тебе вот так вот как-то не очень хорошо поведет к тебе. Срываешься бывает, знаете, как жизнь такая. Уже той любви и нету, и вот читаю это и думаю, Господи, так я как та трава, которую срезают и все, и у меня что, надежды нету? Как-то, ну вот, а потом опять, помогаешь дальше, а потом опять срываешься. любить всех, ну, не могу я любить всех постоянно, немало у меня этого постоянства. Как это постоянство, вот жить, вот как, любить постоянно, чтобы что, не гневаться или не раздражаться, не, как вот, как, как быть? Просто служить. Служить как? Да, потому что, я как понимаю, лично я понимаю, что есть любовь, не снижается только на чувствах, а есть любовь, это служение друг другу. То есть, принято решение заботиться о ближнем, вот и все. Независимо от того, какой это ближний, плохой или хороший. Ведь Иисус, Он же не жречал плохой или хороший. Он сказал, служите друг другу, любовью. А какой любовью? Служение, то есть принято решение заботиться о ближнем, вот и все. И это будет саморяем, потому что, чем больше вы будете служить человеку, чем больше будете привлечь к нему заботу, понимание и, соответственно, любовь. А если служить не будете, то понятно, что будете только ссылаться на свои чувства. Люблю не люблю. Ну, я так понимаю. Просто служить, даже не ожидая от него ничего. Ни заимности, ничего. Как я могу послужить человеку, если он меня раздражает. Вот если у меня нету к нему любви. Я тогда говорю, Господи, ну тогда я отойду, чтобы не лицемериться, а то я тут служу ему, улыбаюсь ему, а внутри у меня обида. Я понимаю. А что значит посыпать уголь на голову человеку? Что это такое? Ой, ну это не знаю. Что-то чего. Не буду я уже... Для того, чтобы прожечь его совесть, прожечь его сознание, чтобы он понял. Именно именно... Можно я скажу слово? Можно. Разрешите. Разрешаю. Вот брат Сергий, вот этот, который присутствовал, Козлюк, да, на прошлом... Помните, на прошлом занятии мы говорили такое? Будьте святы, ибо я свят. Да, да. Вот 16 стих. Будьте святы, потому что я свят. Вот. И сами будьте святы в поступках и во всех. То есть... Свят это что? Помните, я говорил? Отделён. Отделён. Отделён от греха. Для чего? Как Бог. Он отделён. А Он что делает? Он дождит на что? И на праведных, и на грешных, да? Благотворит. Так и мы должны иметь те же чувствования, что и во Христе Иисусе. То есть, и чьи мы дети? Божии, да? И должны иметь те же чувствования, что во Христе Иисусе и быть так же святы. Святы — это то есть выделены. Выделены. И так как Господь делает добро всем людям до времени, так и мы должны делать и всё. Не смотреть там уже. А плоды уже осудит Господь. Есть судья. Я так понял. Вы это спрашивали? Да, я понимаю, понимаю, да. Вот и всё. Спасибо. Давайте вернёмся дальше, по-у-божему. Что делать, вопрос, я правильно понял, что делать, если любовь из сердца уходит? То есть ответ продолжать всё равно. Продолжать и делать добро. Отстанавливать свои чувства. Окей. Так? Да, да, да. Всё. Ну а как ты, любовь? Ты должен её пощупать, что ли, любовь? Или это самое... Если будет дар Божьей любви ко всем людям, ну, слава Богу. А если нет, понуждай себя. Да, да. Понуждающий себя входит в Царство Небесное. Мы должны иметь те же чувствования. Ну, вот... Хорошо. Спасибо, Господи. Я думал, Божьей. Есть такое понятие, как дар любви. Божьей. Человеку, чтобы он любил всех. Погромче, микрофон поближе. Я думаю, что нет такого понятия, как дар любви человеку, чтобы он любил всех. Это упражнение, которым нужно просто упражняться. Имейте любовь друг к другу. Вот. То есть, имейте любовь, это получается, как упражнение, да? То есть, упражнение любви. Это не такое, что какое-то сверхъестественное влияние, чтобы человека озарило, и он буквально всех полюбил. Такого не бывает. А именно через служение друг другу, через служение друг другу, подтверждается любовь, отношение к человеку. Посвящение. Посвящение служит другим. Вот и всё. Дело в том, что если мы какое-то чувство не испытываем, не знаем, это не говорит о том, что его не существует в природе. У нас есть заповедь, в общем, от Господа, что Царство Небесное силою берётся, да? Вот мы имеем заповедь любить друг друга. Да, мы себя понуждаем. Вот. Но это не значит, что его нет вообще, что это другие не испытывают, это никому. И что человек даже испытавший это чувство, не потеряет его через некоторое время, там, оно, Господь даёт по своему усмотрению это чувство, любовь. Оно выше всех, оно пребывает всегда. Всё проходит, а любовь, она остаётся и в вечность пойдёт с нами. Мы к нему должны стремиться. Любовь никогда не же отпадает, да, никогда не проходит любовь. Вот. Поэтому она есть и такая и такая, но если мы ещё не получили её, то это не значит, что её нет в природе. Просто мы должны пользоваться тем, что есть, да, вот, как вот сейчас. Есть такое состояние у нас, но в таком состоянии мы должны, как бы, и спасаться, стремиться к лучшему. Ну, хорошо. Спасибо большое. Я так понимаю, что Вы говорите, что любовь это чувство, да? Да, это чувство, да, данное Богом. Или просто сопровождающее, как чувство? Сейчас мало, наверное. Ну, смотрите, не может быть руководствоваться человеком только на чувствах. Не могу. То есть, если чувства имею, буду служить. Чувства нету, служить не буду. Это как-то не совсем верно. Или так? То есть, служение это просвещение. Любовь есть к исполнению закона. Исполняешь, значит, любишь, не исполняешь. Как Вас зовут вот это вот? А не охота исполнять, нужно понуждать себя в исполнении. Вот тут брат сказал по поводу того, что будьте святы, я свят, Бог сказал. Да, такие слова? Но святой это же не только отделенный от. Святой это отделенный для чего-то. То есть, для чего отделенный человек? Ну, например, взять просто стакан. Если взять этот стакан, отделить от общего количества стаканов и просто поставить в одиночку, то этот стакан будет просто пылью покрываться. Если его не применить для чего-то. Правда? Правда. служение или посвящение это то же самое, что освящение. Если человек ни к чему себя не посвятил, то смысл ему освящаться или отделяться от чего-то. То есть, любовь, любовь это посвящение. Вот есть такое, как революционные центры при церкви, например, в рамах где-то в монастырях есть ревцентры, где людей выводят с алкоголя, с наркомании. Я не скажу, чтобы эти люди, которые им служат, там они переполнили любовь к этим людям. Нет. Но они служат, потому что они имеют в этом призвание. Они служат этим людям. И, соответственно, тем самым проявляют любовь. Даже не всегда чувства есть к этим людям, потому что люди разные, есть. Не всегда можно почувствовать что-то там... Ну, чувствовать мы можем только хорошему человеку. А плохому человеку мы чувствовать хорошего ничего не можем. Но долг призвания служить, он присутствует. А если он присутствует, значит, мы любим человека. Или нет? Правда меня, если я не прав. я получил ответ. Благодарю. Буду стараться молиться. Молиться Бог помилует может. Буду стараться. Спасибо большое. Спасибо. Дополните что-нибудь по поводу выше впереди было разговор о чем? Упустили. Я сделал заметки, что Христос жертва прежде бытия мира. Вот когда об этом задумаешься, все остальное у тебя покажется мелкое, ничтожное. Бытие мира, не человека. Даже показывают раскопки, геологи утверждают, что миллионы лет то, что с землей было, остывала, там лава была и прочее. Отвергать нельзя. И прежде всего этого, когда не было начальных пылинок вселенной, как говорит премудрый Соломон, любовь, премудрость уже была. Кирпичики вселенной других переводов даются, то есть атомов не было даже. Понятно. Страшно. И все это в одном дне у Бога. И второй вопрос. Возрожденный от семени живого нетленного. Вот в этом главное это все. Если его там не было, как семя? Обыкновенное. Щука мещит икру. И за один высип она дает 11 миллионов икринок. А у человека, у человека 250 миллионов. Вот теперь и думай, что мы сделали? Слово Божие было запечатано, спрятано, его не давали народу на Руси тысячи лет. В Греции перевели где-то в начале 20-го столетия, там чуть не в 18-м году. Там такой бунт был, но патриарх поддержал это. И патриарха убили, убили. Не просто так-то, а убили. То есть противление страшнейшее против слова Божия. И вот отсюда вывод. Семени не было, не сеяно, ничего и нету. А куда сеять-то? Ну, сеять не самого же себя-то. В монастыре куда сеять-то? Никого и нет. И поэтому ничего и нет. И остается замена. А замена какая? Мертвым? Мощи. Непрерывно везде об этом только разговаривают. Матрона умирает, говорит, ко мне приходите на могилку. Это явно уже не прелесть, это уже выше намного. Это уже богиня какая-то. Они к Богу направляют людей, а ко мне на могилку приходите. И об этом подробно Осипов говорит. «Вы подумайте, что это?» И разбирает это. Тут ничего кроме ужаса нет. Народ подготовлен к принятию Антихриста. Царя искупителя ждут. Почему? Не было слова. Слово здесь не выяснено. Вот о чем говорится. От нетленного. И когда Господь говорил, никто не сопротивлялся. «Как считаешь?» Дальше говорит. «Как слышишь?» Русским нельзя это задать. Никак не считаю, никак не слышу. Надо понять трагизм положения в церкви. А тут любовь, я думаю, пойти с стаканом. Не надо это говорить. Ты не понял, Писание все дало. Другим то еще слушать, если они знают это. Здесь не диспут, а как правильно понять и быстро двигаться вперед. Нас ждут очень большие открытия. отошел. А можно задать вопрос? Вопрос нельзя. Отключу. Первая Петра, вторая глава с первого по шестой стиль. Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь. Приступая к нему камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами как живые камни устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. И восказано в Писании, вот, я полагаю, сегодня камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится от злоба. и говорит, скажи, всякую злобу, и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие. Этими немногими словами он обнимает все множество и разнообразие зла, ибо возрожденные к нетленной жизни не должны впадать в эти все эти злобы и предпочитать несуществующее действительному. Ибо зло не есть сущность, но заключается в погрешности рожденной сущности. А большое различие между жизнью самолично и тем, что только все приходит к ним. Они, говорит, должны явиться свободными от коварства и лицемерия и зависти и всякого злословия. Ибо коварства и злословия далеки от истины и проповеданного вам учения. коварства ищет погибели обманываемого им лицемерия преуспевает в разности с действительностью между тем спасительное учение, которым вы оглашены, преуспевает в противоположном. А какое место в вас зависти и злословию, в вас которые связуясь с неразрывным союзом братолюбия можете не потерпеть вреда ни от какого из разлучающих вам. Что зависть и злословие служат причиной ссоры и взаимной ненависти, этого не знает разве тот, кто не знает печальной истории Каина, который через зависть разорвал братский союз, затем впал коварства, лицемерия и убийства. Читаем в 4 главе книги Бытие. А что завистливый нечисток злословия, в этом можно удостовериться из примера братьев Иосифа, которые весьма много наговаривали на него отцу своему. Читаем в 37 главе той же книги. Посему говорит очистившись от всех этих зол, приступите как новорожденные младенцы, ибо таковых сказал Господь есть в царстве Лука 18-16 и питаясь бесхитростным учением растите в меру полного возраста Христова. Читаем в послании к Ефесянам 4 глава 13-й Ибо вы вкусили то есть через упражнения в священных заповедях евангельских вы осязательно узнали сколь благо это учение. А чувство в деле знания сильнее всякого слова, как испытываемое на деле приятнее всякого слова. Итак, опытно познав на себе благость Господа и сами показывайте доброту и милость друг другу и возложите себя на живой краеугольный камень человеками отверженный но Богом почтенный и избранный и сущий и пророками предсказанный. Теснее дружитесь между собой через единение любви и сочленяйтесь полноту духовного дома немало не заботясь о презрении со стороны людей потому что ими отвержен и краеугольный камень Христос достигнув единомыслия между собой и устроивши из себя духовный дом и приобретши святое священство приносите жертвы духовные и не думайте что можете приносить Богу жертвы непорочные тогда когда не храните между собой союза любви он сказать эти слова вопрос ну и давайте ответим мог бы или не мог среди нас эти слова сказать кто желает ответить пожалуйста можно вопрос еще раз можно повторите пожалуйста вопрос если бы афилак болгарский который истолковал Игнать Тупин спрашивает был среди нас мог бы он сказать эти слова которые я выше прочитал ну среди нас сухилак жил в 11 веке а вот сегодня 21 вот он вот наше православие сегодня вот о чем здесь он говорит об учении об упражнении священных заповедах евангельских кофелак говорит что осязательно узнали сколь благо это учение какое учение евангельское учение а вот сегодня он бы мог бы сказать среди нас ходил бы на службу мог бы он сказать да я думаю и нет потому что там вот как действительно мощи одни только он бы партистам не сказать он сказал бы последствия какие были нет священных был православный я шучу он бы сказал просто вопрос какого последствия было бы как приняли бы его или нет могли бы погнать его может за это или как человек если живет словом божьим то не имеет значения в каком времени он живет он просто бы говорил а уже принимали бы не принимали это уже другой вопрос но тут вопрос то в чем если бы он жил бы среди нас он бы стал бы наверное таким как мы возможно потому что система она имеет власть подавлять личности делать подобными людей подобными системе но и в том веке в 11 веке тоже были люди подобные нам идолопоклонники православные такие же были видно но я не знаю там раскапывали в 11 веке мощи или нет и носили с ними по храму вряд ли но вот до чего дошли не знаю пожалуйста вопросы что значит возлюбить чистое словесное молоко ино они наверное нас выключили потому что такого молчания длительного не может быть прошлый раз мы тоже жаловались на такой скайп какие-то занятия надо четко и ясно потому что когда он говорит апостол Павел о зависти перечисляет какие-то пороки почему он дальше это не объясняет от зависти это отдельная тема назвал пороки на этом все когда мы заезжаем на заправочную станцию что бензин интересует и смазочный материал называют горючий смазочный материал ГСМ а уже как это нефть образовалась что никто не рассуждает мне надо залить ее залить и что это было чисто машина едет нормально и вот здесь рассуждать не надо об этом коротко сказано и дальше идти иначе мы никогда еще не пройдем а есть моменты которые разъяснены вот их надо усвоить здесь неправильно Сергей ведет занятия в прошлый раз говорил разрешай допустим видишь человек новый у него ни фамилии нету ни изображения ничего нет кто такой вот а то то зачем сколько время ему дает я буду сидеть тратить время это 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 нельзя это не хорошо совершенно не хорошо определенно чистое сладесное молоко вот надо объяснить в этом самая суть все вопрос задан правильно у нас вырубило или что я думаю трогать уже не надо вот вопросы ответы Сергей должен заметить что нас там нету это связано с чем-то с чем-то ну наверно все на этом нам больше не подключиться и на этом конец все может Сергей надо написать что у нас звук нет не надо ничего он же чувствует что нас нету обойдутся без нас прекращаем давай я думаю прекратить больше у нас еще нельзя сделать спасибо